Книга «Открытым оком», первый том, вопрос 247, «Политика». В вашем материале, а я говорю вам, есть ли ваша точка зрения, или это взгляд РПЦЗ? Почему епископат, впоследствии утвердивший Карловацкий Синод, активно участвовал на стороне белых в братоубийственной гражданской войне? Чем они руководствовались, призывая весь христианский мир к крестовому походу против большевистской России? Отвечает Игнатий Тихонович Лапкин. Если кратко сказать, то руководствовались они чисто человеческими чувствами справедливости, не соотнося своих действий с Евангелием. Если бы они читали пророка Иеремию, настойчиво советовавшего непременно идти в Вавилонский плен, быть может, они поступили бы совсем не так. Они все еще цеплялись за невозврат на ушедшее и не доверялись Богу, и за это были наказаны еще и еще раз. Материал «А я говорю вам» о воинской службе никакого отношения к кому-либо из иерархов не имеет. Этот материал так и называется – «Подборка материалов» на основании Библии, житий святых, канонов и творений святых отцов. Против этого материала разгромные статьи печатали и в России. Отец Лев Лебедев, отец Тимофей Алферов и другие перепечатывали в различных заграничных и местных изданиях. Я ответил отцу Льву Лебедеву пространно на его выпад против меня. Некоторые издательства РПЦЗ, такие как Омское братство, просили меня прислать этот ответ для публикации. Я выслал его всем, но маститые старцы, наделенные особой мудростью, братство, почему-то все до единого стушевались и по сегодняшний день не опубликовали ни одной строчки. Теперь этот материал полностью опубликован в нашей книге «К истинному православию» 2 Коринфянам 13, 8. «Ибо мы не сильны против истины, но сильны за истину».